Окей, все Мы заканчиваем статью Суламу Шмуадам Это, если я не ошибаюсь Парашат В.И.Ц Нам тут остался вот последний абзац По-моему, да? Ну хорошо, все Давайте читать Мы же мы Нет, не закончили Не закончили, я проверял по записи Лень, давай читай быстро С места в корее Ну вот Амнам Амнам Йошев Элоким Аляарец Лешем Ацарат Адварим Ава Нитбонен Бытфилатош Шламо Бэтхнуката Микдаш Да, давай Как будет перевести Так Сейчас она завернется Я теряюсь В догадках Как это правильно перевести Как ты сказал? Подожди Я на себе Теряюсь в догадках Как это правильно перевести Перевести что? Находит на Заголовок А Амнам Амнам Это А действительно ли? Однако Ну да Понятно Находится ли Всевышний На земле Да Обитает Всевышний На земле Обитает Левого Ты нашел хорошее слово Да Для понимания Этих вещей Да Ну освящение Понимание Освящение Да Давайте Рассмотрим Молитву Шламо Момент Освящения Храма Замечательно В начале Этой молитвы Шламо Ставит Острый вопрос А да Сейчас я Включу Этот самый Как он Чтобы я Показывать Ты меня Сбил с текста Прости дорогой Прости Прости Да да Вот все Да 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 И Значит Мацив Шламо Шилан Ну кэвет Ки Умна Ну подожди Переведи Ну переведи Я перевел В начале молитвы Шламо Ставит Острый вопрос Ну да Ну кэвет Ну кэвет Уже один раз У нас несколько раз Такое было Соответственно Почему-то это Однородное Да Со словом Накива То есть женского рода Типа самка Именно острый Накув Да ну да Острый Ну кэвет Это Ну вообще Хариф Это как бы Ну кэвет Это Такой вопрос Надо посмотреть Синонимы То есть Вопрос На который Надо Получить ответ То есть человек Не отступает От своего Надо найти Ну хорошо Давай так Хорошо Уговоримся Да Прямый вопрос Может Как угодно Находит Обитает ли Всевышний На земле Да Очень интересно Ну Вот небеса Сначала вопрос Который Вынесен Заголов Ну да Я же перевел Обитает ли Всевышний На земле Молодец Да Слиха Да Вот Вот Небеса Небес Небес Как бы Ну да Которые Не Ну не включают тебя Я думаю То есть не могут тебя вместить Не могут тебя вместить Да Вместит для тебя дом Который я Построил Да Правильно Так Ну хорошо Но у нас сейчас Сколько-то народу Поэтому может не будем Стать не очень большими Ну давай я дочитаю этот абзац Давай Давай Я уже начал Молодец Существует ли связь Спрашивает Шламо Между Всевышним Богом Всевышним Да И реальностью Ну земной Ну приниженной Мы наскакки Да Приниженной Приниженной реальности Вот это вот Эльон Это Антоним Как бы это вот Ерунда Не ерунда Слиха Ерунда Ерунда Да Ну ерунда Можно сказать Подходит Это Антоним К Эльон Эльон как бы Выше От слова Ла-Лот Подниматься Как раз Ерунда От слова Лорд Опускаться То есть Ну приземленная Реальность Вот так Ну да Допустим, Мемеле, а им есть там лакомат Микдаш или Алейдамот, в Велецепияке Цура, Бо... Тишре, я думаю, Тишре. Тишре, 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 ты прав. Тишре Бошхина. Да. Мемеле... Ну, да, я думаю, Мемеле, я думаю, даже сверх того. То есть это было Амнам, а это Мемеле. Амнам, а это и даже сверх того, да? Ну, да, это... Может ли быть такое на земле, да? Ну, подожди, а им есть там. А есть ли смысл? И есть ли смысл, да, постройки храма земного, да, Алейдамот? Да, Алейдамот, это то, что по-русски называется земной. Земной, да. Да. И ожидать, что в нем будет обитать Тишкена. Правильно, окей. То есть вопрос, почему здесь написано Мемеле, то есть сверх того, что вопрос вообще, вообще обитает ли Всевышний, а уж тем более, как бы, ну, в кавычках загонять Тишкену Всевышнего в ограниченное пространство. Ну, это уж вообще как бы совсем непонятно, да? И вот как бы на это попытается сейчас получить ответ. Окей, Ань, можешь читать? Я замолкаю. Не-не, нет проблем. Ань, ты можешь читать слегка? Да. Давай. Давай. Тшватый гудит, бенегутла философия айванит, агурэсет шаэйн айлоах, мэкир отэха, отха, но отха, отха, а ваэйно юдаа, кавунатэйха, кавунатэйха, бумаасэйха. Правильно. Значит, еврейский ответ в противоположность греческой философии, который утверждает, что Всевышний не знает тебя и не знает твоих намерений и деяний. Правильно. Это кузари, это книга кузари, Маамар, Ешон, Алиф. Да, все верно, да. Все замечательно. Так, и вот, вот этот, значит, еврейский ответ. Ибо поэтому воистину, значит, обитающий. Воистину воскрес, да. Окей. Ну тебе. Ну хорошо на слово воистину, да. Человек встречает, говорит, шаббат, шалом, воистину шалом. Воистину шалом, я знаю. Так, значит, вот этот ответ. Значит, обитает Всевышний на земле. Да, обитает, то есть как бы да. Да, обитает на земле и есть Бог вместе, в этом месте и этом. Вы понимаете, откуда это? Это из нашей параши. То есть, это то, что Яков. Да. Откуда еврейский ответ? Ответ Яков. Сказалось, что вот Яков сказал, вот и есть Бог. Ну да, то есть Яков. В этом месте, да. Да, 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 все правильно. Окей, читай дальше. И вот как бы вот оно, или видно то, что видно, или что-то типа такое. Ну уж и, да, и уж более чем видел, более чем видел. Более чем видел. Слово Торы, бедные в другом месте и богатые в другом месте. Ну да, бедные и богатые. Ну, скупо, скупо говорят. Правильно, скупо и пространство. Пространство там, пространство, по-моему, было. Пространство, да, пространство. Да, 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 молодец. Без эфер Деврея и Амим, но сфу, что имели им работ Машмаот. В книге Деврея и Амим, ну типа летописей, добавлено два выражения большим, с богатым, с очень таким большим смыслом. Многозначительный, правильно. Да, мы позначилим. Лет Филат, шломо, ше бе Малахима. Да, то, что выше было. Книги в Малахиме. Ну да, да, да. Ки аумнам, ешефэлуким, эт Адам, аля аратс. Воистину ли обитает бог на земле с человеком? Это Адам. Ну что здесь добавлено, посмотрите. Слова это Адам, то есть с человеком. Это Адам. Вот это Адам, вот это вот добавка. Правильно? Правильно? Да. Да. Окей. Таким образом превращается вопрос, вот этот вот удивительный вопрос, странный вопрос, в утверждение, получается. Ну, которое Миткоемет, которое осуществляется. То есть удивление остается, то есть якобы сказал это в удивлении, но тем не менее как бы Миткоемет. То есть как бы осуществляется. Это утверждает. Вот это вот, вот это Эд Адам, вот сейчас на этом будет все построено. Вот это вот Эд, вы знаете, это Сы. Помните? Как там про Ноха, Ноха, Аллах, это Айлуким. Эд Адам, это Сы, вот это вот Сы. Ну, правильно как бы и в современном рите вообще сказать им. Им это Сы. Но иногда бывает Эд. Например, вот из современного иврита, когда говорят, знаете, фирма какая-то, и там два участника. Ну, в израильском варианте, например, Шломо Эд Пинхас. Вот Шломо с Пинхасом написано, Шломо Эд Пинхас Баам. Баам, это ЛТД, правильно? Ограниченное как там, что-то такое. Вот это вот так вот. Вот здесь вот как раз говорится Эд. Байравон Мугваль. Да, Байравон Мугваль, правильно. А если просто я пошел с Петей Васей Шломо Эдсхаком, тогда, конечно, это им, никто не говорит Эд. А еще, слушай, раньше говорили там ТЭд Бехалас. Сейчас говорят им Халас. Ну, хорошо, Саваба, Веседа. Окей, идем дальше. Арслан, вы будете читать? Да, я попробую. Да, мы поможем, нет проблем. Так, это откуда, где вот? Вот где у меня красная точка. Алло. Алло, парень, привет. Да. Алло, Липсареха. ТХЗ Элоах. Вот, это интересно, Вашим, да. Амар Шломо. Да. Алло, Тегале Нишматха. Правильно. Ахома. Правильно. Там воду наглубь выливает, ну. Ну, быков ее, правильно. Нешагат. Да, Навшеха. А, то есть, Навшеха, Йодаат, Меод, Ки Йошех. Ну, Яша тут, как бы, прошедшее время, правильно, Яша? Это Адам. Да, очень часто у нас такой крепитный момент начинается, очень интересный. Ну, хорошо, давайте попробуем перевести. Алло, как лучше, это ведь? Это вопрос, да? Нет, это утверждение. Алло, алло, это ведь. Ага, ведь из плоти, который видит. Ну, из плоти ты увидишь Бога. Ну, вот, как бы, приплетит на такой ответ. То есть, грубо говоря, сейчас это будет обыгрываться, что с человеком это получается. То есть, без человека это не получается. А Всевышний присутствует на земле через человека. То есть, через человеческое присутствие, он проявляется в земле для людей. Ну, вот, как бы, вот такой ответ. Поэтому это вот здесь. Техозе, это вот это, да. Вы знаете, в современном вреднике, как будет, например, представление спектакля? Как будет спектакль на иврите? А, нет, пьеса, слегка пьеса. Как будет пьеса? Мехозе. А как будет человек, который пишет пьесу? Как это по-русски? Я который пишет пьесу, как он называется? Драматур. А, драматур, правильно. Как будет на иврите? Махазай. Это все от слова хозе, правильно? Да? Хозе, интересно. Договор не знает, наверное, связан с этим или нет. Ну, да. Вот это вот мы говорили, что вот смотреть, есть несколько синаги. Махазе от слова хизаем, мне кажется. От какого слова? Хизаем. Ну, хизаем тоже отсюда, да, конечно. Хизаем это, ну, как бы... Это видение. Ну, да, вот как называют на Перерцеле, правильно? Хоземдина. Хоземдина, да. Хоземдина, то есть провидец, провидец. Мы говорили, что вот на иврите есть много синонимов, и они все с разными оттенками, как видеть. Из них самое простое – это лирот. Лирот, как я понимаю, это физическое зрение, правильно? Окей? Вот. Мы можем идти дальше и смотреть ЦОФЭ, например. Ну, вот ЦОФЭ, насколько я понимаю, это больше через бинокль, как бы стоять на каком-то выделенном месте наверху и смотреть. Ара ЦОФИ, например, гороскопус, да? Это вот то, что образуется. МИЦПЭ, МИЦПЭ. Это место, смотровая площадка. На мой взгляд, это некоторая, ну вот, возможность физически что-то обозреть. А вот Хозе… Что-то? А Хозе, Хозе – это, как я понимаю, это некоторое ментальное прочувствование будущего, правильно? Поэтому вот Хозе Амдина – это вот провидец, например. То есть это некоторое видение, но это видение не столько физическое, сколько видение, предвидение будущего, скажем, вот так. Окей? Ну, хорошо, с этим разобрались дальше. ОМЭШЛАМО. Сказал ШЛАМО. Да, говори ШЛАМО. Говори ШЛАМО. Говори ШЛАМО. Да. АЛО, ТЕГАЛЯ. Ведь круг, да? Нет, почему? Ведь увидишь. От слова ЛАГАЛО. Ага. Ведь увидишь ИШМАТХАЙ. Свою душу. Свою душу. Как стена, что ли? Нет, нет. В ОМЭ мы говорили. Тут опять вот это вот слово ТЕГАЛЕ – это ЛАГАЛОТ, ГИЛУИ – это обнаружение. То есть здесь это уже речь о том, не просто человек что-то смотрит, а то, что он как бы находит. Ты найдешь свою душу или где ты ее найдешь. АГАЛОТ, ТЕГАЛЕ – это не ШМАТХА, а ОМА. Мы говорили слово ОМА. В твоем теле. Что, что, нет. ОМА, ОМА – это… Которая трепещет. Которая трепещет, да? Мы говорили на каждое слово ОМЭУМА. Что такое ОМЭУМА? ОМЭУМА – это БЛАГАЛОТ. Что-то такое произошло. Толпа бегает, все кричат. Да, ОМА, ОМА, называется ОМЭУМА. По национальному виду называется БЛАГАЛОТ. А вот ОМЭУМА – ОМЭУМА. И мы тоже говорили, что в национальном гимне Израиля Атипы там есть. Нафит, Нефиш, Иуде – ОМИЯ. Вот ОМИЯ – это тоже, это типа трепещущая, которая… Ну, в общем, это не статика, а динамика. Это вот такое подвижное состояние, мне кажется. Окей? Дальше. Бегуфха в твоем теле. Ты вот обнаружишь, найдешь свою душу, вот такую трепещущую в своем теле. И дальше. И душа. Да, душа твоя. И душа твоя узнает. Ну, она знает наверняка, Юдат Меор. Потому что живет Ашин. Да, но обитает Всевышний с Богом. Да. Почему? В ней такая. Их сареха, ты хазе, элоа. Из плоти твоей. В данном случае под плоть имеется в виду, что в плоти, тем не менее, смотря, что это в плоти, в плоти есть нематериальная составляющая, которая называется душа. Вот эта вот душа, она отвечает за связь как бы со Всевышним. Да? Поэтому ты уж точно, ты это точно знаешь. Люди точно знают, что душа у них связана с Богом. И поскольку душа – это неотъемлемая часть человека, вот это вот Адам – это как раз ответ на этот вопрос. Окей? Ну, хорошо, можно еще одну фразу? Давайте. И теперь, когда ты дошел, достиг вот этого понимания, тогда дальше. Цаат-Од, Цаат-Ахар. Да. Эхад. Венавин. Нет, ну да, давайте, может, по кусочкам. Цаат-Од, Цаат-Од, Цаат-Эхад. Что еще? Ну, как бы еще один шаг, правильно? Цаат – это шаг. Цаат – это шаг. Шаг за шагом. Ну да, шаг за шагом, правильно. Ну, как бы потихоньку продвигаешься вперед. Вот первое ты понял, а потом ты продвигаешься вперед. Дальше. Правильно. Ну вот, возвращаемся к Суламу. Ну, это как бы почерпение. Именно он. У-у. Именно он. У-у-а-дам. Да, вот теперь ответ. Возвращаемся к Сну Якову. Да, поскольку еврейский ответ связан с Яковом, да? И понимаем. Что он в конце этого, то, что он видел, он сказал, да, действительно, его Всевышний, он действительно обитает в Еш-Инуи. Да, вот он сказал. Окей, хорошо. Так вот, Цаат за шагом, да? Теперь, когда ты понял, что душа, она связана, она отвечает за связь со Всевышним, продвигайся дальше, как бы, шаг за шагом. И теперь в Итавин, и ты поймешь, да? Потому что, ну, как бы... Из нижних. Ну, да, Шев обитает на земле. И что дальше? Весулан. И лестница. Правильно. Акушер. Акушер, связывающая. Связывающая. Да, связывающая. Небеса с землей. Правильно. И он именно тот человек. Это именно человек. Что является лестницей, которая связывает небо и землю? Человек. То есть, лестница – это прообраз человека. И вот эта лестница, и вот как бы у нас, и если вы помните название всей этой статьи, была лестница Асулам Вишму Адам. То есть, по Раф Ханану он, как бы, идет по, как бы, комментариям, которые приводят к такому идее о том, что вот этой вот лестницей, связывающей человека с божественным, и, соответственно, небеса с землей, является человеком. Он-то является этой лестницей. Лестница – это прообраз человека. Дальше. Ну, хорошо. Вот еще это можно почитать? Да. Сейчас. Сулам. Сулам. Муцав. Да, муцав, правильно. Это пассив. Муцав. Арца. Да. Венаасу. Не, ну, я тут, к сожалению, подчеркнул, как идиот тогда. Верошо. А, Верошо. Магия. Чамайма. Правильно. Это фраза. Пассивка от сторонности начиналась. Лестница, укрепленная, стоящая на земле. Вершина достигает. И головой своей, то есть, вот эта лестница своей головой достигает, как бы, неба. Окей? Это такой, самый простой перевод. Дальше. А вот Раякук, то есть, как бы, Равкук, он к этому дополняет. Зая Митпалель Бехоль, Шиур Кумато. Да, о ком это идет речь? Это молитва. Нет, Митпалель, это, в смысле, молящийся. Это молящийся во всем уроке, что ли? Нет, во всей своей, как бы, величине. Бехоль, Шиур Кумато. Шиур Кумато – это, дословно, величина, величие, да? Кумато – это высота, да? Да, но это такое стандартное выложение. Шиур Кумато – это, дословно, урок его роста. То есть, это вообще, вот, в своем величии, как бы, такая идея, правильно? То есть, он говорит, что человек, мало того, что ответ на это, что ты человек, мы уже поняли, но какой человек? Не просто человек, человек идет по улице. Сомнительно, что это был, вот, он и есть та самая лестница. А прежде всего, это человек, который, как бы, молящийся человек, вот он, как раз, и есть тот самый, который… Во всем своем великолепии, во всем своем величии, во всем своем величии. В свое своем величии, правильно. Мы говорили, что всегда, когда есть третье лицо, правильно, когда говорится «Ваф» вот здесь. Это всегда непонятно, о ком идет речь. В данном случае, как бы, могут быть три варианта. Может быть, Яков, может быть, Вселишний, может быть, Лестница. Кто-кто, кто головой достигает. Поэтому Рав Кук объясняет, что вот это вот «Ваф» здесь имеет отношение к кому? К молящемуся, который во всем своем величии, ну, вот, достигает во время молитвы головой неба. Как бы, такой развернутый ответ. Хорошо? Окей. Хорошо. Я думаю, что Рав Ильяу мы пропускаем, и переходим к Тимофею. Тимофей, вперед. Лестница – это имя и ее человек. Правильно. Она не статическая, а динамическая. Ве-алея-бо-мехаевет-адугма. Не, адрага. Ве-алея-бо-мехаевет-адрага. И поднятие по ней обязывает… Ну, бо-бо – это сулам. По-русски лестница путается. Это женская, правильно? Видите, сулам мужской. Поэтому аль-бо-бо – это лестница. И поднятие по ней, да, Михаевет… Обязывает. Адрага. Помоги. Постепенность. Ну, то есть, ты не за одну секунду взлетаешь по лестнице. Ну, дальше вот идет шалаф, а хар-шалаф. Ну, да. И мадрыга. И особо снова есть слово «мадрыго». То есть, есть слово «сулам». Но «сулам» – это, скорее всего, для понимания. По-русски, как, что сказать, лестница? А вот, ну, видите, еще есть сказать «мадрыго». Мадрыгот – это ступень, правильно? Например, ну, вот, лестничная площадка, по-русски, да, она, на греки, например, называется «хадар-мадрыгот». То есть, это, опять, комната, по которой ступени. А мадрыгот – это мадрыгот. Мадрыгот-наот, насколько я помню, это вот называется «экскалаторка», то есть, движущиеся ступени. Поэтому это все от слова «адрага». Да? Ну, и опять же, от этого слова, вы знаете, слово «дер». Сейчас это очень распространено. Когда говорят «дерак мадени», «дерак», например, там, «цваи». «Дерак» – это, ну, как бы, военные власти и политические власти. Но это отцовло. И то же самое слово «дерук», например. Это слово очень важно в современной жизни. «Дерук» – это, ну, типа рейтинга. Когда говорят, что, например, «дерук ашрай». Израиль получил такой «дерук ашрай». То есть, вот, как это, в иерархии вот этих вот… Статуса, например, кредит на кредит, кредитоспособности страны, называется «дерук ашрай». Правильно? И вот это… Рейтинг – это правильно. Да, ну, да, можно сказать рейтинг. Правильно, да, можно сказать рейтинг. Я тоже сказал рейтинг. Да, рейтинг. Скорее всего, это слово «рейтинг». Ну, это вот все от этого слова. А «драга», а «драга» – это постепенность. Поэтому здесь, опять возвращаемся к нашему тексту, что этот «сулам», «сулам», он вообще не… Это вообще типа эскалатора получается. То есть, это не статика, а это динамика. Видимо, эта динамика выражается вот в этих ангелах, которые, например, идут. Вот так мне кажется. Сейчас мы увидим, да. И вот поднятие по ней, оно… Мехаевит обязует… Связано с тем, что это обязательно должно быть постепенное движение. Человек не может слететь на одном дыхании по лестнице, там, я не знаю, куда-то, как обычно залетают, да, молодые люди. А здесь человек постепенно подползет, поднимается по этой лестнице. Ну, хорошо. Итак, дочитываем до конца. Поставим маленький кусочек этой фразы. Шалапа, харшалапа. Ступенька за ступенькой. Ну, да. Да, то есть стадия за стадией, правильно? Шлаф – это стадия. Шлаф – это просто реально стадия. Шлавим – это стадия. Окей, дальше. Ну да, он тут как бы делает это игра слов, да. Но там мы села, есть мы села, а ты шарил замхаля, правильно? Да, окей. Да. Значит, ангелы Всевышнего передвигаются. Не, не смотри, маицим – это хорошее слово. Лаиц, лаиц – это вот когда человек на машине, например, стартует, да. Вот ты резко нажимаешь на газ, и машина рвется вперед. Это называется лаиц, окей? Это то, что по-английски называется бустер. Да, так вот эти вот ангелы, ангелы божьи, они как бы разговаривают с человеком. И они его как бы подталкивают, да, толкают его там, да, чтобы он поднимался по, ну вот почему? Пути прямых. Ну да, амасилат ешарим. Понятно, что это явно как бы от парафразы с Рамхалем и сват ешарим, зу. Ну вот по этой вот лестнице. Окей. Амахаевет, цикун, амиддот. Да. Мидвах. Мидвах. Мидвах, ахармиддбах. Да, правильно. И вот это вот поднятие по этой лестнице, да, оно Мидвахаевет что? Исправление. Идея в том, что это не просто как бы взял и забрался по лестнице. Какая проблема? Перед тобой это длится. Ну и быстренько, раз она не был, поднялся. Идея не в этом. Потому что это тяжелая работа. И в чем выражается эта работа? Она Мидвахаевет, цикун, меддот. Исправление качеств. Ну да, это как бы исправление моральной качества человечества, скажем. Вот так вот, да, правильно. А что такое Нидвах, вы знаете, да? Нидвах – это слой за слоем. То есть, опять, это вот, это вот, это то, что по-английски называется, по-моему, левит, что-то типа этого. Нидвах – это слой за слоем, или шаг за шагом в данном случае. Все идет речь, вот это вот адрага, это постепенное нектое движение, которое является движением по исправлению моральных качеств. Окей, бадерах. Бадерах Аллах, Бейт Эль. Пути поднять Бейт Эль. Ну да, то есть вот у нас все время есть парафразы, правильно? Потому что как бы он все время с этим идет, вот лестница, а с другой стороны, это Сулам, это Масилат и Шарим. А с другой стороны, если это Эль, так понятно, что это Бейт Эль. Бейт Эль это отправляет опять внутрь нашего этого пасука, правильно, про которого говорится, когда он говорит, дал этому названию Бейт Эль. Окей. То есть вся идея в том, что это, ну как бы, Яков, грубо говоря, это не просто. Человек заснул, и вот он как бы лестница, и все, и вот он попер уже по лестнице, и он набрался. Это все не так просто. Должна быть большая работа, связанная с изменением моральных качеств, которая постепенно поднимается, и тогда вот он может теоретически, значит, оказаться в этом Бейт Эль. То есть все не так просто. Окей? То есть как бы такая идея. Когда он сказал, а, ну лестница человек, а, ну понял, да, человек соединяет. Нет, нет, нет. Эта техническая конструкция, она не такая простая. Вот это было, по-моему, это такое объяснение. Да? Ну хорошо. Можешь почитать еще? Да. Да. А валь-баль-я-баль-деват-эйн-тай. О! Но только поднятия недостаточно. Да, теперь еще оказывается, что тоже и поднять. Это недостаточно. А что? Ну да, это такой сигнал, вообще в стиле Равкука сейчас он пишет. Да, такой очень возвышенный и все. Ну, как бы более-менее нам понятно. Дальше. В одном поднятии этого недостаточно. А что дальше? Необходимо подниматься выше и черпать из источника жизни и света. Правильно. Как на еврейском языке будет пылесос? Как по-русски пылесос? Вот так и будет. Пылесос. Паршов? Как на еврейском языке сказать пылесос? А паршов? Нет, как на еврейском языке пыль? А вак? А вак, правильно. Правильно. А что такое как бы всасывать? Швеф, 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 вак. Правильно. Вот. Окей. Логично. Все, сто процентов. В данном случае просто пылесос, да. Дальше. Дальше. Бемагема. Бемагема. Бемагема ларедит. Мата. Ну да. То есть у нас, например... Да-да. Вот у нас же была алия, правильно? Какой процесс получается. Опять же, все связано с этими англомами, которые ходят. То есть я пытаюсь как бы восстановить картину. У нас есть лестница. Во-первых, она не статическая. Есть некий динамический процесс. Мы называем динамический процесс. Процесс, во-первых, проще алии. Все время объясняю. Алия непростая. Алия по как бы ступенькам. Человек поднимается, как бы он меняет своими дотами, 5-10. Оказывается, а алии тоже недостаточно. Почему? Потому что есть алия, а есть еще иереда. Вот этого иередомата. Почему? Потому что как бы где источники? Источники находятся сверху, источники надо снизу. Вот некоторое такое движение, поскольку, насколько я понимаю, вся эта конструкция соединяет верхнее и нижнее, да? Соединяет непростым образом. Он черпает оттуда и отсюда. Поэтому это вот такой как бы сложный процесс. Окей? Мегама – это тенденция, скажем, да? Мегама – это, в современном виде, тенденция. Но вообще здесь он часто употребляет это слово. Мегама – я бы перевел в стремление, да? В стремление как бы спуститься вниз, да? Для чего? И продолжить распространять, ну, написано, продолжить свет жизни и святости в каждой темноте земли. Бекольмах шахеарас, да, правильно. То есть человек поднимается наверх, вот, да, получает оттуда что-то, спускается вниз, и он распространяет это в земле, освещая вот эти вот темные участки земли, скажем, вот так вот, да? Или темные старослороны жизни, скажем так. Вот такой процесс. Мефеках. Мефеках. Мал-Акхея элогим, олим в юрдимбо. Ну, да. И таким образом ангел Розивышнего поднимается и спускается в нем. Ну, да, вот этот процесс. Для чего этот процесс нужен? Для того, чтобы подзарядиться, спуститься, осветиться, опять подняться, опять зарядиться, опять опуститься, опять это. Вот такой процесс получается, да? Продолжаем. Да. Алия, лецорых, ерда. Ну, да. Лецорых, алия. Хадаша, ад, леят, анихтеф. Нихсав. Желана, от слова кеса. Нихсав. Ну, да. Вейне, ашем, нитсав, алаф. Ну, да. Значит, поднятие, лецорых, по причине. Для, 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 ради. Ради, да, правильно. Вот ради. Отлично. Поднятие ради спуска. Это тоже немножко игра. Почему? Потому что стандартное выражение, оно такое. Еридал и цорых, алия. То есть, иногда у человека, когда он стремится куда-то, да, у него происходят сбивы, да, и он опускается. Понимаете, не дай бог, какие-то трагические события. Вообще, что-то такое плохое, что его опускает. И тогда для того, чтобы его утешить, ему говорят, или мудрецы говорят, ага, это еридал и цорых, алия. То есть, ты вообще, говоря, вот не будь таким, как бы, совершенно не впадай в даун, потому что это еридал, для чего он и цорых, алия. То есть, надо спуститься для того, чтобы подняться. Известно, знаете, вот, не помню из какого трактата, но это очень известное выражение. Шли два мудреца, это было во времена, насколько я помню, это вот римского этого, и были темные времена, черные, пятое, десятое. И вот они шли по, по-моему, имя Кеолон, и они видят, перед началом рассвета, да, наоборот, происходит такое, типа, затемнение, сгущается, да, один из них говорит. Вот, и точно так же освобождение Израиля, да, Кеолат-Исраиль, что перед тем, как освободиться, Хашиха, Лифнеа, Кеолана, точно, кстати, какой, ну, в общем, как бы идея такая, что перед тем, как есть восход, освобождение и все это, наоборот, все как бы сгущается, становится хуже. И поэтому не надо особенно, как бы, кручинец, такое слово, было, да, потому что ты, как бы, надежда на такое, что все эти вот тяжелые ситуации, они для того, чтобы потом подниматься. Поэтому это вот, это вот здесь. А здесь он, а здесь он наоборот говорит, это как бы обыгрывается. Понимаете, вот то, что я сейчас сказал, у людей, как бы, это в голове звучит. Поэтому, когда говорит Алиял и Цорах Ереда, ну, люди, как бы, понимают, что это некоторая игра, как бы, слов, потому что обычно говорится, это Ередал и Цорах Алия. А здесь, наоборот, Алиял и Цорах Ереда. Дальше, Беереда. Беереда и Цорах Алия. Ну, да, это для этого, а это для этого, да. А, Алияха. Да, и спуск ради нового поднятия до желанной цели. Молодец, да. И вот Всевышний стоит на нем. Да, какая цель, а Всевышний стоит на нем. То есть, вот это вот такое ступенчатое движение вверх-вниз, вверх-вниз. Получать, распространять, подниматься опять туда-сюда. Вот такое сложное движение. Это же, в конце концов, как бы, достичь такого уровня, где-то то, что сказал, то, что видел Яков, он сказал. Деяне, Яшем, Ницав, Аллах. Окей? Хорошо? Ну, давайте Тимофей, поскольку он убегает раньше, пускай дадим ему еще вот дочитать. Ну, вот я прямо сейчас уже убегаю, я перехожу. А, ну, хорошо. Хорошо, окей, посмотри тогда в записи. Да, да. Хорошо, нет проблем, замечательно. Окей, мы начинаем новый, как бы, да, Рина, насколько я понимаю, она молчит. Рина молчит. Подожди, подожди, а мы еще дочитать-то должны? Да, да, конечно, нет, просто я говорю, кто следующий. Тимофей сказал, что он убегает, насколько я понимаю, нет? Ну, Леонид тогда должен быть. А, ну, Леонид, давай. Если все они... Да, 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 Леонид, давай. Леонид, ты с нами, нет? Так, Леонид куда-то выпал, по-моему, я его вообще не вижу. Да, он что-то куда-то поделался. Хорошо. Нет, подожди, по-моему, Арслан был первый, нет? Нет, сначала Леонид, потом я, потом Арслан. Нет проблем, давай, зарази, ты читай. Молодец, ты помнишь, что ли. Окей, ну, давай. Да, читай, я на секунду выключу свой звук, я должен ответить на телефон. Так, Левнот бэйт элукимкан, алейх адмут бэйрыц азот, шибо неглад, наглит, неглит, неглит, ашхина, вэмемена, и иир, иир ор, тура, вэйшуалы, холь аулам. Да. Кэноймар бэхалом асуам. Да. Так, значит, так, значит, зои шлихотошлияков, и вот в этом или в этом, как бы, ну, посланничество, миссия Якова. Правильно, да. Теперь это адам, ну, как бы, великолепие человека. Правильно. Ахуфех, меркава, ашхина, и как бы, ну, как бы, превратить, превратить, преврастать. Превращающая, я думаю, да, это всегда, да. Превращающая колесницу Лешхины. Ну, да, ну, типа этого, да, да. Ну, видимо, человек имеет. Ну, да, да. Вот шлихон, вот миссия Заро Ахараф, и вот миссия его потомков после него. Ну, да. Алимут бэйты лукимкан, и миссия его потомков построить дом Всевышнему здесь, вот на этом, на том же месте. Да. Алей Адамот, на землях, получается. На земле, да, на земле, да. На земле. Бэйрыц азот на этой земле, шибо наглит, наглит ашхина, на которой, где явилась, ну, шхина, божественное присутствие. Да, правильно. Открылась, открылась, шхина, и вэмимена, и ирх, ор тура, вэйшуа, лэхоль аулам. Да. И осветить светом Торы и спасение. Нет, у мимена только от нее, да? От нее высияет свет Торы и спасение для всего, для всего мира. Замечательно. Канэймар бэхалом асулам. Как сказано во сне, лезь не пролезь, лезь не. Ну да, возвращаемся. В неврыху вэха, коль мышь по охоте о дома, о вазареха. И благословятся в тебе все племена земли и в потомстве твоем. Да, классно. Ну хорошо, давай дочитаем это и начнем. У нас осталось время, мы можем начать. Лень, ты тут выпал на секунду, поэтому... Да, 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 меня вынесло. Ну, мы тебя ввели обратно. Леонид читает этот вот кусочек. Ну давай, Лень, вот этот вот кусок дочитай. Добавлю личного аспекта. Ну да, в общем, да, личное замечание, да. Личное замечание. Лехалом ас-салам. Не почему, Леонид? Веби-юр. А, веби-юр. Что-то у меня это? Что-то у меня это. Би-юр-зе. Лехалом ас-салам. Игать шаним работ ва-фереть ото лифней муротай... Муроти. Муроти. А. Агдула Альхама Лебович. А. Переведи только. Переведи, переведи. В этом разъяснении сна о лестнице я много... Многие... Ну как бы рассуждал. Рассуждал, правильно? Много раз рассуждал. Знаете, это слово... Агуд, как на иврите, будет философия. Ага, да. Агуд. Агуд это философия. Да? Убаэм. Убаэм. Игэй. Йомам. Балайлы. Ими будешь размышлять, о них будешь думать. Да? Это из... Ну это мыслитель, а не философ, скорее всего. Ну окей. Ну, само вон. Но Агуд это философия все-таки. Агуд и будит, это еврейская философия. Ну то есть, грубо говоря, он размышлял над этим вот объяснением очень долго, да? И он эту мысль донес до Хамы Лебовича. Да. Моему большому педагогу Хаму Лебовичу. Да. Шеремда, Параша, Тшаво, Беквуца, Кварцион. Мишеквара, Ямим, я думаю, достаточно время назад. Мишеквара была в недельную главу в Парационе. Да, 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 да. А он там жил, мы повторяем. Ну, понятно, да. Да. Нехама слушала внимательно то, что я рассказывал. То есть, его следствия, то есть, он ей сказал свой перуш. Это был он хидуш. Он сказал хидуш. Вот есть комментарии такие, есть комментарии такие, а я считаю, что Сулам это и есть сам я. Окей. Поскольку он и Хамы Лебовича, специалист по пшату. И она, у нее есть известное очень ее, дело всей ее жизни. Это комментарии пшатные, и Раши, и другие комментаторы, но в основном как бы пшат. Именно Кумаша. В конце концов, издали пять томов. Это собрание ее вот этих кунтрус. Кунтрус, эти вот тетрадки, подборки, сборники, которые на основе вот ее этих, то, что она называла дело ее жизни. Издательство, в котором я родил Ламана, выпустил три тома вот этих Нехама Лебович. Окей. Ну хорошо, дальше она, поэтому он ей сказал. Окей. Да. Вляхарши сиямти и бита би бейнаем хамот вамра. И когда я закончил, она посмотрела на меня умными глазами и сказала, они шаскина в колье май гадальте аль пиршам ши раши в рамбан лехалом асулам. Ну да. Ну я старый человек, я всю жизнь росла на комментариях раши и рамбана к лестнице. Альках каше бейна лекабель ата пируш хадаш ши 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 но ма су ми пируш шим а кла хим и поэтому мне трудно принять новый комментарий, который не основывается на фактических комментариях. то есть она в общем не сильно это приняла ах ладун ладун михадаш беньян но если ты найдешь еще другие комментарии комментаторов, которые комментируют как ты, мы сможем обсудить это еще раз. я не очень понял, зачем он это привел потому что это его хедуш и он как бы объясняет, что вот Нехама Лябич, он ей сказал хедуш она сказала ему, да, в общем, как бы это интересно, но я так пожилой женщина, которая выросла вот на таких двух, на раши и рамбане. Видимо, он как скромный человек, он хотел подчеркнуть, что это... Ну, правильно, да, 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 он хочет подчеркнуть, что это как бы неоднозначно. Видимо, тех комментаторов, которые так как он, он так, видимо, и не нашел стих. Ну, скорее всего, да, поэтому она ему как бы мягко сказала, что ты говоришь, что хорошо, но чтобы это стало как бы вошло в некоторую классику, чтобы я этим... Я занимаюсь классикой. Если ты хочешь, это вошло в классику, то его мнение недостаточно. Приведи, как бы, если найдешь какие-то классические комментарии, которые как бы эту тему так же комментировали, ну, тогда как бы я с этим буду заниматься. Окей? Выседа? Хорошо. Мы закончили эту статью. Сабаба, я сейчас быстренько открою следующее. Хочу посмотреть следующее, как у нас называется. Сейчас, полсекунды. Следующее у нас... Сейчас я даже написал. А, в одиночестве. Вышла. А, это следующий у нас вышла. Сейчас я его открою. Сейчас, секунду, я эту, во-первых, закрою. Окей, это я закрыл. Сейчас. А, вот вышла. Сейчас, сейчас, сейчас. Вышла. 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 Сейчас, секундочку. Сейчас, секундочку. Не по порядку это сделано. А, вот в одиночестве. Вышла. Вышла. Все. Сабаба нашел. Есть. Так, теперь я снова делаю демонстрацию. Демонстрация. Есть. Все. Видите, правильно? Да. Да. Мы начинаем новую статью. Это следующее у нас идет после ВИЦ. У нас есть ВИЦ-шлах. Да. И у нас, опять же, мы сейчас находимся внутри просто совершенно фантастических историй. У нас была лестница. Теперь у нас совершенно потрясающая история про борьбу Якова с ангелом. Правильно? Да. И вот она называется Левадо. Окей? Так. Ну, хорошо. Как кто читает, Аня? Ты хочешь продолжить? Левадо. Давайте пускай Арслан. Теперь мы по моему... Арслан. Ну, да. Ну, с собой Арслан. Да, да, да. Да, да. Все замечательно. Так, сейчас я снова включу эту самую указку. Да, все. Арслан, да, вы с нами? Да, да, да. Слышно. Ну, вот отлично, да. Все. Можем читать. Еш паршиет. Не, ну, вот как бы заглавие, если можно. Левадо. 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 Он один, да? Ну, в его одиночестве, скажем так. Вот это, как бы, такой перевод. Левадо – это его одиночество. Левад – это... Левад, бодет – это все, как бы, когда человек находится в каком-то уединении. А вот этот вот вав, ну, представляется, что это в его одиночестве. Левадо. Унишар левадо – значит, он остался один. Окей? Дальше. Один в смысле в одиночестве. Дальше. Еш паршиет бетура ха-хазот. Да. Бетсицит рошо. Шельхава пасэ. Ну, такое, в общем, выражение, которое... Я его не очень слышал вообще, честно говоря, в современном иврите, но, по-видимому, оно как бы известно той аудитории, которой говорит Ханан Пара. Ну, хорошо, давайте... В общем, идея более-менее понятна. И так дальше. Есть паршиет бетура. Есть объяснение... Ну, да, паршиет, в смысле разделы в торе. Раздел в торе. А ухзот бетсицит рошо шели усэк баэн. То есть, заслонный перевод, который держит за... Цицит вообще цицит головы. То есть, который держит вообще вот... Ну, я думаю, что это идея такая, которая держит в диком напряжении человека аусэк баэн, который ими занимается. То есть, есть такие некоторые потрясающие паршиет, которые человек вообще... Либо человек хватает за голову, либо они человека держат за голову. В общем, он не может оторваться. Супердетектив, да? Вэхосфот. Вэхосфот бефниё. Бэпанав. Бэпанав. Олам. Нистар. Шелухая. Мода. Моде. Моде Аллах. Правильно. И хосфот. Что такое хосфот? Такое не знаю. Открывают. Ну, да. Вообще-то тоже интересное слово. Хосифа. Хосифа. Это то, что на еврейском... То, что на по-английскому, это... Ну, экспозиция по-русски, да? То есть обнажающие. Русские раскрывают или... Надо сказать тысячу раз слово на Авде. Да, как на еврейском... У нас же как бы по программе вообще... В Израиле должно быть всё, да? Должны быть и воры, и проститутки, грубо говоря. Всё, что хочешь, да? Потому что как бы так была идея создания государства. Как будет на еврейском стриптизёрка? Господи, хосфониёт. Вот это даже слово, да? Никогда не интересовался этим. Ну, да. А когда, например, какой-нибудь журналист, вот он такое открывает, что-то такое, какая-то сенсация. Правильно? Как про него говорят? Ух, хосаф. Хосаф – это вот обнажать. То есть то, что не было видно, возвращаясь к нашей теме. Идея такая, что человек читал несколько раз. Он вообще не понимал, что это такое. И звук доходит до какого-то места, про которое он вообще даже раньше не врубал, что такое может быть. Это хосафет. Хосафет – это обнажать. То есть то, что было закрыто. Поэтому он говорит. Хосафет – бепанав, улам не старт. Что это означает? Хосфот – бепанав, улам не старт. Открывающий в его лице, что ли, мир? Нет, перед ним. Перед ним. Ну, я не понимаю, почему ставил бепанав. По идее, должно быть лепанав. Но тут бепанав, наверное, все что внутри него открывают. Улам не старт. Что такое улам не старт? Скрытый мир. Правильно, скрытый мир. Село Аямуда Элаб. Которое не было известен ему. Да, муда – это вот интересное тоже слово. Как на юрите называется подсознательно? Тат-му-да. Тат-му-да. Муда – это сознательно, а тат-му-да – это подсознательно. Все это от слова «лада». Правильно? Ну, вот. Шело Аямуда Элаб. Про которого он не знал. Правильно? Можно как-то, видимо, более интересно перевести по-русски. Это такая. А вот идея как бы понятна. Окей? У нас что-то такое потрясающее, про которое мы даже не догадываем. Дальше. Правильно. Сто процентов. Машаль лама адавар доме. На что это вообще похоже? Ну, мы говорили «машаль», «немшаль». Мы говорили «машаль» – это аллегория, а «немшаль» – это… Смысл этой аллегории. Машаль – это аллегория. Машаль лама адавар доме. То есть аллегория, на что это похоже. Либо коротко, на что это похоже. Дальше. На что это похоже. Дальше сейчас будет некая иллюстрация. Дальше. Мех а лэх. Ну, мех а лэх – это просто о лэх. Это идет. А мех а лэх – это как бы прогуливается. Ну, как бы не просто идет от точки А к точке Б. Ну, такое от этого же слова, но типа не просто идет. А вот типа прогуливается. Волкнет. Да? Бе дырых а мэлах. Бе дырых а мэлах. Бе дырых а мэлах – это столбовая дорога. То есть он не по тропинке идет, а некоторый пойдет по некоторым вот такому столбовому пути. Да? Называется дырых а мэлах. Да? Ничто человек, который был… Нет, где? Сейчас мы где? Мы читаем дальше. Ви и нэ. Ви и нэ – нефар. Да. Ниц эрэд, я думаю. Да. Тегом. Да. Не, не, секунду, секунду. Тегом. Какой тегом? Вот моя красная точка. Амука. Амука, правильно. Человек шел после некоторой столбовой дороги. Где-то там по тропинке в темноте в лесу. Он не шел по столбовой дороге. И вдруг, что такое ниф эрэд? Что такое? Да. Ну, как бы разверстывает. По-русски это разверстывается. Когда человек говорит, что человек стоит, ему что-то сказали. И вдруг у него, как это по-русски, челюсть отпала. Правильно? Есть такое выражение? Да вот на иврите тоже есть такое. Нравится Пе Паур. Пе Паур человек стоит. Вот это Пе Паур. Вот ниф эрэд, это бумс. Разверглась Теом. Что такое Теом? Бездна. Правильно? Еще и Амука. То есть глубокая бездна. Шел по дороге. Ну, все сейчас. Описание некоторой неожиданности. Человек читает некоторый текст. Он к нему привык. Пошел туда. И вдруг что-то такое, что он вообще такого нельзя не представлял. Это вот сейчас будет наша история насчет борьбы с ангелом, насчет Левадо. Окей, дальше. У Мациц. Мациц. Да, замечательное слово. Ха Венурата. Венирта. Это Ле Ахарав. Ле Ахарав. Замечательно. Много очень интересных слов. У Мациц. Что такое Мациц? Тоже выглянул и заглянул. Ну, подсматривать вообще-то. Отцаца – это подсматривание. Отцаца – это слово цицит. Правильно? Слово цицит – это то, что выглядывает. Ну, это как бы подглядывать, да? Мацицим – это те, которые подсматривали. Есть такой классический израильский фильм хилонистский, который называется Мацицим. Есть такой хофф Мацицим – это пляж подсматривщиков. И вот там эти мужающие подростки, они, понятно, чем там подсматривают. И все, и пятая и десятая. Вот это такой классический израильский фильм. Там Арик Эйнштейн и пятая и десятая. Но Мациц это всматривает. И вот он всматривает ле-то-ха. Ле-то-х-ш-э-ла. То-ха – это в смысле в ее внутренности, в внутренности этой бездны. Что такое нерта? Отбегает, отпрянулся. Ну, нерта, да. Вот, Лень, пожалуйста, ты нам подскажи в современном нашем политическом военном жаргоне от этого производного слова, которое мы слышим все время. Какое слово? Арта. Правильно. Арта-а-мурта. Да, да, вот это вот слово. Все время вот эта вот концепция, которая провалилась, да, и которая все время обсуждается. Зачем произошла чудовищная вещь, которая произошла 7 октября. Потому что все считали, что Хамас – мурта. Что значит, мурта, что он подавлен, что он как бы загнобили его. Я не знаю, как это по-русски точно сказать. Ну, да. Ну, да. Ну, как бы говоря, он подавлен. То есть он не может выступать. Оказалось, что он не мурта. Так вот здесь, да, нерта, в смысле, что он отпрянул в данном случае назад. Человек посмотрел на нее, вдруг перед ним бездна. Бум. Он туда посмотрел. Вау. И отпрянул назад. Окей, дальше. Бе? Бе галуто. Киколь адерых шиба аллех. Аллах, да. Бе галуто, в смысле, в обнаружении. То есть он вдруг понял, он осознал, что он осознал. Киколь адерых шиба аллах. Что все, что все пути, которые приходят. И вся дорога, по которой он шел. То есть он шел какое-то время. И вдруг что-то такое случилось. И тут он допер, что все, что было до сих пор, вот сейчас дальше будут объяснять. Лава, 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 лава. Что-то изливается. Ротахат. Вот он обнаружил. То есть он пытался посмотреть. Вдруг он увидел нечто такое, что его отпрянул назад. Почему он отпрянул назад? Потому что он обнаружил, что вся дорога, по которой он шел. Ина-эла-клипа. Что такое Ина-эла-клипа? Аня? Ничто иное, как тонкая скорлупа. Ну, скорлупа просто. Понимаешь, клепа – это шумдавар. Клипа. То есть он понял какую-то сущность. Он понял, что дорога, по которой он шел, то есть все, что он думал до этого момента, это вообще все только оболочка, которая что-то скрывала. На случай клепа-дака. Это тонкая оболочка. Дальше. Тахтео, йокедет, лава, ротахат. Что под ней, под этой клепой? Что происходит? Плана горит, пылает что-то какое-то. Ну, вот это вот йокедет – это бушует. Йокедет, йокедет. Да? Бушует как-то это. Какая лава, ротахат. Плающий огонь там рушит. Да, ну, да, лава просто, да, просто лава, да. Вот это вот кипящая лава. Да? И что? Шело? Алла. Аль-да-та. 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 Что ему вообще не приходило в голову ее существование. Окей? Понятно это? По-моему, понятно, да? Хорошо? Окей. Ну, хорошо. Перейдем мы дальше. Кто у нас следующий? Еще немножко запомнил. Подожди, дай человеку дочитать. Хорошо, даю человеку. Слыха даю человеку. Да, сам, пожалуйста, дочитайте. Из Казу. 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 Лайла. Правильно. Веновак. Венеевак. Венеевак. Имя Архов. Да. Ашахар. Аталот Ашахар. Правильно. Теперь дальше. Что вот теперь? Что он посмотрел в эту бездну? Вот это бездну. Сейчас она объясняет. Вот все, что я говорил, я имел в виду что? Вот дальше говорит Казу. А это именно что? И вот такая наша пороша. Такой наш недельный раздел. Чего? А Мавак? Из пыли между... Нет. Совершенно правильно. Да. Мавак, в данном случае, это борьба. Это реально от слова пыль. То есть это некоторые вредственники, когда те самые... Те, кто один с другим, они не просто бокс, да? А они друга пытаются повалить на землю. И поднимается много пыли. Да? Поэтому я так думаю. Поэтому от этого слова авак, пыль, слово Мавак, борьба. Борьба между кем? Между Яковом и между ангелом. Правильно. Этот ангел, который что? Дальше его определяем. Муфея бы Ишона Лайла. Что такое Ишона Лайла? Ишон, Ишон. Это, насколько я понимаю... Это зрачок. То есть поднимающий в самую-самую... Прямо будет суть в самую глубокую ночь. Ну да, глубокую ночь. Правильно. Глубокую ночь. Да. Вот этот ангел, глубокую ночь, появляется ангел, друг, с которым борется Яков. И который борется... То есть он, с одной стороны, появляется глубокой ночью, а с другой стороны, появляющийся глубокой ночью, и борющийся им Яков с Яковом, до чего? А до лотажа. До зари. До, правильно. До зари. Или дословно до поднятия зари. Правильно? Хорошо? Да. Да. Ну, интересно тоже, вот, обратите внимание, мне сейчас пришло в голову, мы же говорили, да, о том, что перед рассветом обычно темнеет. Вот этот шахар, интересно, рассвет. Но, с другой стороны, в отличие от русского, рассвет от слова свет. Правильно? А наиверите шахар от слова шахор. Черный. А, черный, да. Ну, это вот интересно, да. То есть как бы рассвет связан с чернотой. То есть поднятие черноты, дословно. Хотя, естественно, это рассвет. Окей, это тоже, в общем, по-видимому, это связано как бы с этим физическим явлением, что перед тем, как светает, становится темно. Окей. Ну, хорошо. Кто следующий читает? Аня, я подзабыл. Леонид читает. Леонид, давай. Бемабад. Леонид, ты с нами? Так, ну, Леонид опять куда-то вылетел. Не знаю, пошел. Я здесь. Ну, давай. Бемабад решен до меня, чтобы я живу. Да. Ну, подзабыл, пожалуйста. Ну, подзабыл, пожалуйста. что это вот история, да? Да. Особенно от истории, которые как бы близкие. Ну, а с Мухотла, которые близкие к ней. То есть то, что было до сих пор. Там Сулам, и Выход, и так дальше. Да. Борьба с этим, с Брахотой, с Абьяковским. И поэтому... Я тебя прервал, прости, читай дальше. Лефихах. Блин, я уже прочел. А прочел? Да, слеха. Как Алоаину Хашин Захасрана. И поэтому мы бы не наметили ее отсутствие. Ну да, то есть если бы ее не было, никто бы не обратил внимания. Она органически не связана. Если бы и у меня на Ахар Аханотав Аханотав Подготовок. Аханотав, извиняюсь, Аханотав Сильяков Летфиля Летарон У Ленхама. Правильно. Если бы сразу после того неподготовка Якова... Не, не, подожди, подожди, подожди. Тут как бы идея такая. Он говорит, что вот эта вот история с борьбой, она как бы не связана ни с чем. И если бы она отсутствовала, и если бы она отсутствовала, то что было бы, то если бы сразу после подготовок Якова... А подготовки Якова традиционно мудрецы говорят, что мы выражались в трех видах подготовки. Тфила, Дорон, Милхамад. То есть он готовился молясь, это молитва. Дорон, это подношение. То, что он Исаву делал подношение. И готовился к войне. То есть если бы Яков если бы нам сразу было сказано, что сразу после подготовок Якова, да, что было бы Айта Тора? Лень? Да, ну. Ну давай. Чего? Читай Айта Тора. Айта Тора и так? Ну да. Ну да. То есть если мы, грубо говоря, выкинем эту историю с ангелом, то как бы последовательность рассказа ничем бы не прервалась. Потому что после подготовок Якова, если бы сразу было написано, пропуская вот эту историю с борьбой. И поднял Яков глаза свои и увидел, вот Исав идет и с ним четыре человека. Ну да. То есть он просто технически говорит, если мы выкинем вот эту вот историю, да, борьбы ночную, то как бы ничего бы не произошло, бы не заметили, что что-то такое меняется или пропущено в последовательности изложения. И вот эта вот история борьбы, она как бы получается выкинута из контекста. И вопрос понять, зачем она здесь приводится, для чего это рассказывается. Вот такая идея, да? Ну хорошо, можешь и дальше почитать. Нет всякого сомнения, но я переведу. Нет всякого сомнения, что история с борьбой, которая разрывает цепь повествования, предназначена на ЛАХСОВ, то есть раскрыть перед нами пласт, ну, пласт событий, ну, закулисных. Правильно, закулисных событий. Сто процентов. Леонид Шернф сто процентов все равно перевел. Всем все понятно об этом здесь? Все понятно, правильно? Окей. Дальше. Леонид Шернф извиняюсь, леонид Лану, ки рифи рифней, гиша дьяков, им и сав, а басар в адам, а лав, литки отцев, лима вако амидзи, им саро шересав. и показать нам, ну, как бы, просигналить нам, просигналить нам, просигналить нам, что перед встречей с савом из плоти и крови, да, ему нужно предстоять предстоять в борьбе, в выстренной борьбе с, ну, этим, князем и савом. Ну, вот, саро шересав, да, князь и савом. Князь и савом, князь и савом. Само действие, да, мигать, называется леотет. А еще, тоже опять, самим видеть, называется итуй. Ну, итуй не с айном, итуй с айном, это слово эт, время, да, то есть, это зимун. А вот леетуд, это с алофом, как здесь, это подавать сигнал. То есть, например, если кто-то делает какие-то акции для того, чтобы кому-то, да, подать знак о чем-то, да, ну, вот это называется у меотетло. Например, опять, возвращаясь к нашей, царь, когда бомбит там что-то или что-то такое, то он подает знаки Хамасу, что его дни сочтены. Ну, вот скажем, вот так приблизительно, да, окей? Ну, хорошо. Читаешь дальше? Нет, я на дам. Отдашь. Ну, хорошо. Анна, читай дальше, сара. Сара шел ума, ино, ино, битуй. метафории. Да. Летам сыт хавита, хавита. А ваята, я думаю. Хаваята. Да, только тут не тхета, а ваята. А ваята. Ну, как я сказала, хаваята. Так, вот это князь, как были там, предводители народа. сара шел ума, ино, битуй, метафория. Это не, это. Но это он есть, он есть. Он есть, но это метафорическое, как бы, выражение. Правильно. Для там, для, как бы, выражения. Там, для резюме, вызомка, то есть, концентрация. Сути, 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 сути. То есть, вот этот вот сара шел, сара шел и сав, это нечто, что выражает смысл и савности. Ну, так, наверное, я знаю, да. Как разъясняется, или как описывается в книге Даниэля, значит, Ют, Ют, Ютгимель Кав. Окей. Лагабейш, Сарей Параса Ваяван, относительно царей, царей, князей, вот этих ангелов Персии и Греции. Вэав Сароша Лесав, и тем более, значит, вот этот ангел, этого Исава, Исавности, хорошо скажем, Ше Мезаро, Атит, Лацет, Амалек, из потомства которого в будущем выйдет Амалек. Правильно. И Ноэли, Шореш, Нишмато, Алеумид, Шелесав, Алеколь, Махши, 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 и Сава, и все его темноты. Во всей его черноте, я думаю. Во всей его темноте, да, вот правильно. Да, 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 да. Почему? Потому что Сава связали с Амалеком. В общем, такой он весь против. Ну, в общем, да, отрицательный тип. Хорошо сказал. Окей. Так, Кан, Гадот Аябок, Вело Бепгеша, Амэфуесет, Ше, Лемахерет. Лемахарат, очень интересно. Лемахарат. Значит, и здесь, на берегу, вот это Ябока. Гдот, это на берегах. На берегах, да, этого Ябок. Ну, в речке вот это Ябок. Ло Бепгеша Амэфуесет. Ло Бепгеша Амэфуесет. Немирный, и немирный, как бы, не фуес, мефуесет. Сейчас, секундочку. Вот это вот Ло, он сейчас про что говорит? Что вот именно в этой борьбе Якова с ангелом определяется будущее. Как будут потомки одни с другим, кто кого победит. А не в физической борьбе. В завтрашней вот этой мирной встрече, Амэфуесет. это в смысле, ну да, кажущийся мирный. Это основа мефуеском параметра. Они же формальными по-хорошему, как бы, так, встретились. Он его задобрил, он его задобрил, поэтому, как бы, в пиццуца никакого взрыва не было. Да, ну хорошо. Метхулэль, эфо, амэавэк, амэти, 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 амэти и мэсав. Происходит, 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 это реальная борьба с эсавом. Это очень интересно. То есть, в наших глазах разборка с эсавом, это вот эта его встреча, которая такая называется, мэфуеса. То есть, он, ну как бы, замиренный, замиренный эсав, подарками, то, все, подношениями, всем стилем, который якобы к нему говорит, я там твой раб, пятое, десятое, и все, окей. А это на самом деле нет, это только видимость. А реальная борьба с эсавом, это была борьба с вот этим саром его, который является концентрацией, представителем всей эсавности. И вот результатом этой борьбы, о том, что Яков да, победил эту эсавность, вот в этом, из этого потом делается вывод, что это как бы надежда на то, что когда-то, или в конце времен, или вообще, потомки Якова, они побеждают потомков эсава. Окей? Потому что настоящая борьба, она была с ангелом, а не вот в этой кажущейся, с первого взгляда, такой мирной встречи, задобренный эсав и Якова. Окей? Хорошо? Возвращаемся к Арслану, чуток еще прочитаем. Так, ну ладно, хорошо. Ну, чуток прочитаем еще немного, но сколько-то прочитаем все это. Да? Да, я тут. Да-да, нет проблем. Сфат, якодим. Нет, сфат, акодим. Язык намеков, язык кодов, дословно. Кодим – это коды. То есть, то, что иносказательно, то, что не видится, а то, что говорится с помощью, как азбука Морси, да? Дальше. Минэкодэт. Минэкудат. Минэкодэт. Уцазэ, зу. Уцазу, да. Алейну лейбонэх. Да. Лейбонэх. Пепараша. Да. Ляавин, ки манейну сфат якодим. Сфат акодим. Это эти самые, ну, типа кавычки. Сфат акодим аромэзет. Да. Ле, ле, мош, ле, мошгим. Ну, вот, шин сюда непонятно, шин или син, поэтому это только из опыта. В данном случае, мусагим. Мусагим. Меоламот. Замечательно. Эльюним. Лейцтайет. Это тет технически, правильно? От слова циют, то есть, как бы провизии, инструментарии, а вот лейцтайет, это снабдиться. Бекелим. Бекелим. Инструментария. Бекелим. Для того, чтобы их разгадать. Ну, хорошо. Итак, Минакудамоцазу, алену лейтбунэмбэ параша. Из точки, да? Ну, исходя из этой точки зрения, то есть, мы сейчас предположили, мы сделали некоторое предположение о том, что перед нами и некоторая суперистория. В этой суперистории происходит настоящий мавак, настоящая борьба. Только эта борьба, хотя она описывается, как бы, ну, вот физически, они борются, все, потом он еще, как бы, задевает за жилу Якова, и все. Но все это имеет очень сильный метафорический характер. Поэтому, Минакудамоцазу, исходя из этой, как бы, отправной точки, алену лейтбунэм. Мы понимаем. Ну, лейтбунэм, это всматриваться, правильно? Нам надо всмотреться в эту парашу. И что сделать? И понять... Правильно. Перед нами язык кодов. Перед нами, как бы, зашифрованный язык. Перед нами сфат кодем, зашифрованный язык какой-то, который что? Аромезет. Аромезет, это толковый язык. И намекающий. Вот эти вот сфаты к кодем, то есть, это некоторый зашифрованный язык, который, ну, по-русски, это мужского рода, который нам намекает на что? Мусагим, Неоламута и Леониды. На понятие высших миров, скажем так. Правильно? Окей? Дальше. Вы ешь, лейтстоет. И стоит. И стоит. Надо. И надо запастись. Вы ешь, лейтстоет. Чем? Вы килим? Сосудами инструментами. Сосудами инструментами. Ну, и стройки лим это инструменты. Особыми инструментариями. Да, для чего? Для того, чтобы их разгадать, расшифровать. Биануха – это расшифровка. Правильно? Вот этот мем на конце – это их. Хорошо? Все поняли? Дальше. Бе-Маамар. Бе-Маамар-Зе. Да. Невакеш. Лиг-Ат. Лагаат. Дотронуться. Лагаат. Бекоди. Бекод. Бекод. Вот эти вот, это не ют, а это апострофы. Ну, как апострофы? типа кавычки, да. Кавычки, да. Бекоди-Хат. Да. Ацафун. Ацафун. Спрятанный. Бемила. Левадо. Правильно. Замечательно. Аммифакабо. Аммифакабо, я думаю. Афа слово Афака. Да, окей. Бе-Маамар-Зе, то есть, вот эта статья, вот эта статья, Левадо, да, что нам? находится. Ну, мы на Вакеш-Лага, то есть, мы как бы попросим, или, в смысле, займемся только одним, Лага, дотронуться, разобрать, как угодно, только, только одного, только одного термина, одного кода, какого кода? Бекоди-Хат. Одного кода, какой? Ацафун, что такое Ацафун? Скрытых слов. Правильно, который спрятан, этот код, который спрятан в слове Левадо. Правильно, мы будем расшифровывать только один код, который спрятан в слове, или сокрыт в слове Левадо. Дальше, Велегалот. И откроем. И обнаружить, определить. Меат, Минаор. Немного света. Ну да, это парафраза на вообще название всего комментария Ханан Парата, который называется Меат, Минаор. Окей? А-Ме-А-Ме-Абхабо. Я думаю, Абха-Слава-Афака. То есть, который представлен в нем, или что-то такое. То есть, в этом слове Левадо, там есть некоторый Ор, есть некоторый свет, который в нем скрыт. И мы должны этот свет понять, который как бы в него заложен. Окей? Такая идея. Хорошо. Ань, давай ты последняя. Правильно? Там Леонид. Леонид должен быть. А, Леонид, я все время путаю. Если я, то я. Да, не обижайся. Ну, хорошо. Дальше. По сукам Амцием Да. Подожди, 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 но подожди, но это просто текстуры ВА-И-ВА-ТЕР. ВА-И-ВА-ТЕР ЯКОФЛЯ ВА-ДО ВА-И-ВЭК-И-Ш-И-МО. Вот у нас только одна эта фраза. Да. И остался Яков один и боролся с ним человек. Замечательно. ИВА-ТЕР вы понимаете, да? ИВА-ТЕР, в смысле, ИВА-ТЕР, это я неправильно прочитал. Ну да, хотя в современном виде, конечно, так бы не сказали. А сказали бы Яков не Шарль-И-ВА-ТЕР. А ИВА-ТЕР здесь от слова мы говорили, от слова ИТРА, это вот это доход, остаток, ребята. ИВА-ТЕР, это то, что остается. Он остался один. Но вообще, это такое слово, конечно, высокое, сейчас бы так не стали говорить. Дальше. А им, а им бадору, бадору, бэ, ну подожди, бадидуд. Бадидуд. А им бадидудзу, и на, окраит, о, шима, а, мы тут на этот день в ИНИЦЕВЭТ в МОКЭД туда-там шиль, коля, фашота, полет БААЛИЛА. Замечательно. Уф, как круто закрутил-то. Ну да. Является ли это ситуация? Подожди, одиночество. Является ли это одиночество? Его одиночество случайным? Правильно. Или оно заранее спланировано? Задумано, спланировано, да. изначально. И находится в фокусе, да? В фокусе сознания всех действующих лиц этой истории, да. Правильно. сейчас, вот это нефашот, апуэулот, это тоже довольно распространенное слово, когда хотят сказать все герои этого рассказа. Вот это на иврите, ну так он более-менее высоким виден, нефашот, пуэулот. Ну понятно, да, нефашот в смысле души, пуэулот, который действующий. Алила, вы знаете, алила это сюжет. Например, алила дам, алила дам, это поклёв. Кровавый навет, это алила дам. Вообще, в современном веке, алила это сюжет. Окей, дальше. Кидей литмодет, им шейлязу, хова, ава, 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 нитбанен бепсукей, мизгерет, акузмим лима авак. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, давайте рассмотрим те псуки, которые предшествуют событиям борьбы. Правильно, дальше. В это вор амахане аминха, 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 альпанав, вэгу, лан, балайла, агу, бэмахане. Что предшествовало, что предшествовало, что предшествовало, потому что он остался один, да? Но он принес предношение от своего отца. Перевел, перевел, перевел. Ну, провел, провел предношение, да, перед ним. Провел, провел, хорошо. Провел, да. И он заночевал ночь в лагере. Да. Так, ты меня, может, это убери точку? Да, пожалуйста. Не, вояком, слуха вояком. Вояком, да. И встал той ночью. Ну да, вот непонятно, что его ночью. Что-то его дико разбудило, он вскочил ночью, да? он вскочил ночью. Веках, эчтэйнашав, вэчтэй, неспортав. Шифхотав, то есть двух наложниц, двух наложниц, вэд, вэд, ахад, ассар и радав, и один из своих детей вэйвир эд, вэйвир эд мэвр эбук. Да. И перевел их за эбук. Да. Все правильно. То есть обратно, получается. То есть перевел их за эбук. Да. Сейчас дальше мы можем снять как бы эту географию, да. Вэйвир эхахам, вээварам это нахаль, вээвир это ассарло и все, что у него было, перенес за ручей. Да. Правильно, да? Значит, это не только, как он один остался. То есть каким образом он остался один физически. Какой сюжет? И остался один. Вэйвир эхахам, вээвэк эхахам, эхахам, эхахам. И остался Яков один и боролся с ним человек до расцвета. Ну да, то есть это как бы, как он остался один? По прямому смыслу он всех перевел, а потом по нему вернулся обратно. Ну есть известный комментарий. Получается, да. Что он там у него кувшинчик был захопан, он остался. Вообще он был трудовой человек, трудяга, пролетариат. Трудовой человек, он вообще все, что наработано своими руками, он жалко с этим оставаться. Он всех перевел, а потом понял, что у него там кувшинчик был закопан. Вот он как бы вернулся. Это такой пшат, не помню, раш, по-моему, к этому месту. Но тогда он вернулся обратно, и вот тут он встретил этого человека. Человека ангела в образе человека. Дальше выявить, выявить, ищем, ищем, ага, вот, ага, шаха. Да. Ну что, дальше есть что-то, или передачи мне? Ну давай, Аня, давай. Могу передачи. Давай, Аня, да. Так, Коля, пилот, пилот, а пилот, активность. Коля пилот, я понял, действие, да. Ну да. Пилот, а муэлит, правильно, муэлит, акудемит, лэмэавак, нирэит, нирэит, я думаю. Нирэит, музара. Правильно. Все вот эти поспешные, как бы, действия предшествующие, перед, которые предшествуют этой борьбе, выглядят странно. Да. Да. Вэ, мээрээрэд, шты, эшээлот. И воспробуждают, возбуждают два... Ну да, что он их гонял? Туда, сюда, возвращался. Странно. Ночью вскочил, схватил врон этих самых наложниц, детей, все, перетащил их на ту сторону, обратно побежал. Ну хоть странные вообще эти самые. Что вот? Поэтому он говорит, что это пилот, муэлит. Муэлит мы знаем, да, это, ну в общем, нелогичное, ненормальное, муэлит, это паническая какая-то деятельность, да, окей. Так. Магая лэяков шэкам бэйшо налайла, лэгай вирэт коля шэрло бэмэээвар ябок. Что случилось, что было с Яковом, что он встал посреди ночи, чтобы перевести все, что у него, через яблок. Правильно. Мавар – это переход. Мавар – здесь мавар, яблок – это переход. Мавар – брод, брод, там переход. Ну да, да, да. Альма, в лама, а мутиргу это мишпахато, мишпахто, мишпахто, мэвар ленагар в хозер вешув в шапу и в воду. Ну да, все непонятно. Для чего и почему оставил он семью на переправе через реку, за переправой через реку и вернулся и остался... Ну да, странная ситуация. Зачем он их всех бросил одним и зачем он поперся обратно? Вообще непонятно совершенно. Окей. Так, Лошаэла Аришуна Нидраш, Арашбам. Да, Арашбам, Внух Раши. Арашбам. И, значит, на первый вопрос как бы поднимает... Ответствует Арашбам, да. Арашбам, и вот его ответ. Правильно. Лафиха Хавар – это наар, Белайла, поэтому перешел он, значит, на речку ночью ки леврох дерех ахерет, чтобы убежать другой дорогой. Шело Ивгашно Эсаф... Ивгашино, я думаю, Ивгашино не встретит его. Ивгашино Эсаф Нитковен. Ну, для того, чтобы не встретиться с Исаумом. Короче, не намеревался встретиться с Исаумом. Ну, я не понял, но идея, да. В общем, что-то он не хотел, как-то, видимо, он хотел избежать встречи с Исаумом. Ну, какой-то тактический маневр, да. Видимо. Ну, да, какой-то технический маневр, да. Окей. Так, однако, вот этот вот комментарий, ну, не достать... Захук – это натянутый. Натянутый. Для всякого, кто посмотрит на карту, типографическую карту, этих вот, ну, как бы, вароков. Ну, вот этого вароков, да, да. Притоков, притоков, может быть, эвермон, притоков. Ну, да, да, да. Это же какой-то приток Ерды. С точки зрения географии, это все не канает. С точки зрения географии, да. Да, да. Да. Ген Яков ба Мегар Гелад, Шебе Цафон. Вот Яков идет от гор Гелада, которые на севере. Правильно. В Исафу лэх лекрато, мэдом, Шебе Даром. А Исаф идет... Подожди, в городе Лада, имеется в виду, это Галаны. Ну, наверное, да. Ну, не знаю. Я как-то, я на бок свои камни не посмотрел. А идет... Исаф идет ему навстречу из Идома, который на юге. Ну, да. Ну, это логично. Ну, да. Хацаят, Хацаят. Хацаят, я бог, Мецафон, Ладаром, Мекаревит, Мекаревит приближает, а уходит Яков, Элисав, Бемаком, Лархеко. Ну, однако, вот это пересечение Яблока с севера на юг приближает Якова к Исафу, а вместо того, чтобы удалять его. Ну, да. То есть, наоборот, получается он. Ну, то есть, получается наоборот, он не уходит от него. Если он хочет убежать, то он как-то... Я был в другую сторону убежать. Ну, да. Ну, наоборот, почему он уже перешел и отступил в эту... Ну, в общем, непонятно дальше. Шейлаш не я. Лише мы, Шейлаш не я, липешер Хазрато, Шильяаков, или Меавар Ленагар, недрашу Хазаль, вэмру. Шахах, кофе... А вот это то, что я сказал. По ким ктаним за Хазар Алэн. Вот это что я сказал. На второй вопрос, чтобы... А нафига вообще обратно пошел? ...примирить, как бы примирить возвращение Якова на переправе через реку, отвечают мудрецы и говорят, забыл он эти два кувшинчика и вернулся за ним. Да, маленькие кувшинчики забыл, и все. А ему стало в лом. Как они... Есть такое выражение жаба заела? Нет? Ужасное выражение у нас так надо говорить. Вот жаба заела, и все. Жаба, да, что-то жаба душит. Душит, душит. Жалко было с этих кувшинчиков поперся обратно, и тут и получилось. Эла. Или шагам по ким ктаним, однако, ну, даже вот эти маленькие кувшинчики, шэ бэммэшмэутам а реалит о а сима сима симлит симлит мээхэвит и юн амок шэ лэацмо. Однако, даже эти маленькие кувшинчики, которые, будь они реальными или символическими, требуют глубокого всматривания да, их смысл мэшмэутам, их смысл настоящего. Исследование и смыслевое ну да, может быть, стоит это разобрать отдельно. всматривание в их смыслах. ин баэмгдэй лэбэээр это адгаша теуна курках. Так, нет в них как бы достаточно обоснований или акцентов. Обоснований для акцентов, необходимых акцентов как бы ну да, вот тут написано теуна, теуна, вы знаете, да, теуна, это в смысле гаша теуна это как бы сильное утверждение. Сильное утверждение. таун что такое игдах таун была каша? Что такое игдах таун? Не знаю, я знаю, заряженный пистолет. А что такое в машине метан? Что такое? Та метан что такое та? Та это ячейка, либо ну как бы полость, что такое метан? Что такое вообще слово метан? Метан это багаж, это как это поклажа. так вот от этого слова слово таун таун это слово как бы ну вот со словом напреждонка тяжелое. То есть это не легкое утверждение, а это что-то такое, которое имеет основательное утверждение. Вот как основательное утверждение. Таун. Да? Окей. Там говорят Берихасим, Теуни. Между ними такие вообще сложные отношения. Но вот таун это что-то такое, да? Метан, когда в современном евреите, опять это вот подложенная взрывчакта называется митан. Это все от этого до слова. Окей? Какое? Воеватер? Воеватер Яков Овадой остался один. Он остался один, да? То есть нам как бы заданы вопросы. Первый вопрос, что вообще с точки географической туда-сюда вообще непонятно. То есть он шел не в ту стоимость с точки зрения отдаления от Я, от Цава. А с другой стороны даже зачем он сам-то потом обратно пошел? Это тоже непонятно. Потому что глубокое утверждение, что он остался один. Причем здесь кувшинчик? Ну как бы это что-то такое мелковато все. Окей? Ну хорошо, давайте на этом закончим. Давайте на этом закончим. мы с вами замечательно позанимались, вы отлично читали. Я вас поздравляю. Тов, шавуа Тов, псурот ту вод. Да, не там тебя, а тебя с днем рождения, как я понимаю. меня с днем рождения. Спасибо. Поздравить. Я буду стараться соответствовать. Тов, ну хорошо, всем счастливо, пока, псурот ту вод. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока.